А бывают транзакции двойные, когда на социальном уровне мы сообщаем как будто бы одну информацию, а на психологическом звучит другая информация. И вот это очень важный момент, который тоже показывает такой маркер про абьюз. Например, если мы вернемся в эту историю, когда мама говорит, ой, а что у тебя за диван такой новый, что за цвет у дивана? И как будто бы здесь она просто задает вопрос, что это у тебя такое за цвет у дивана? А на психологическом уровне это может быть окрашено какой-то интонацией, каким-то смешком, каким-то мимикой. И тогда мы всегда считываем именно психологическую транзакцию, психологический уровень считываем. Поэтому когда нам потом говорят, ой, что ты так реагируешь, да, всё же нормально, я тебя просто спросила, что у тебя за диван такого цвета необычного, да? Но человек всегда склонен считывать не социальную, а вот психологическую. На психологическом уровне мы слышим, что здесь есть желание как-то уколоть, как-то ранить, как-то задеть, зацепить. Но если мы как бы вернемся к началу, сделать человеку больно. А скажи, пожалуйста, я просто вспоминаю всех своих друзей и из прошлого, и из настоящего. У меня есть одна подруга, мы с ней дружим с шести лет, это уже более 50 лет. Ни разу я от неё не слышала ни одной колкости, ни одной обиды не было. У меня масса таких вот друзей и подруг, с которыми десятилетиями мы дружим, и ничего вот такого не было. А почему кто-то вдруг появляется, и лет 15 назад я с одной своей подругой, которая была, наверное, лет 10, моей подругой, просто решила закончить отношения, потому что от неё вот такие колкости были просто всё время, всё время. И с одной стороны, это вроде было так, как-то пришла ко мне вот после, вот тогда я решила завершить отношения. За несколько часов общения у меня, я там ещё ужин такой прекрасно сделала, покритиковала меня семь раз. И вот когда первый раз, я так про себя немножко ухмыляюсь. Но когда это уже был седьмой раз, тогда я говорю, а что тебе даёт право критиковать просто за эти несколько часов, это уже седьмой раз, меня критиковать? Я это постаралась так обратить, ну, в смех, чтобы это было, чтобы её не обидеть. И она мне так на полном серьёзе говорит, что я старше тебя, я мудрее. И тогда я просто понимаю, что да, вот если человек считает, что там он на 10 лет, предположим, старше меня, тогда можно любого критиковать. Но на самом же деле, вот то, что для меня это было, для меня это было, очень часто я ощущала, что это было обесценивание меня. И то, что она красовалась за мой счёт, и мне это было очень неприятно, я пыталась ей про это говорить, причём пользовалась и я сообщениями, и вот non-violent communication, да, это ненасильственное общение, и совершенно ничего не влияло. И потом просто я так поняла, что я буду её любить издалека, где-то там раз в год общалась, звонила ей, минут 20 общалась, и всё, и вот свела общение на нет. И я, ты знаешь, недавно слушала несколько подкастов, которые были записаны с Александром Калмановским, и вот там как раз я стала соображать, и сегодня даже написала Александру, я же с ним когда-то записала интервью по поводу любви в отношениях, и я ему сегодня записала, что-то прослушала те подкасты, и насколько я понимаю, что вот в том случае вот с той своей подругой я была невеликодушная, у меня не было по отношению к ней, ну как вот, может быть, достаточного милосердия, что ли, потому что вот он в нескольких подкастах, где обсуждают токсичных родственников, он советует войти в положение, он советует принять это, советует, ну то есть он даёт вообще такие абсолютно классные советы, ну вот, например, я 15 лет назад на такое не была способна, и когда я общаюсь со многими своими знакомыми, то они тоже говорят, что вот они на такое не способны, и тогда вот хочется просто такого человека, который обесценивает, ухмыляется, вот пытается вот каждый раз показать тебе, что ты какой-то ущербный, хотя я, например, считаю, что у меня самооценка очень даже адекватная, я не страдаю от низкой самооценки, но вот представляешь, вот как там человеку, у которого низкая самооценка, и очень многие хотят в таком случае, ну то есть или, что мы делаем, когда нам делают упрёки, или обесценивают, мы хотим, или, например, нападать, да, вот, или мы хотим начать защищаться, ну и очень часто у многих у нас реакция такая, что мы просто-напросто хотим вообще прекратить общение, вот что ты думаешь, Елена, можно ли общаться, я хочу с тобой обязательно записать интервью по поводу того, что вот, когда вообще уже понимаешь, что ты сам юзером, что тогда делать, ну вот в таком случае, в таком случае, если маленькие звоночки, вот что тогда делать, как реагировать на эти маленькие звоночки, вот если я, например, если я хочу сохранить отношения. Я бы спросила, для чего тебе эти отношения, зачем ты их хочешь сохранить? И реально они для тебя ценные, эти отношения, или ты можешь на них смотреть, на то, что, ну, поскольку я в транзакном анализе работаю, я смотрю на всю ситуацию через внутреннее эго состояние, да, и здесь мы можем как будто бы хотеть сохранить отношения из-за родителя, который говорит, вот нужно быть великодушным, вот хорошие девочки, ну ты же мудрая, ты должна быть великодушной, ну не обращай внимания, ну и так далее, да, ну ты же уже там психолог, профессор, ну что же ты вообще, как же ты так реагируешь болезненно на какие-то там замечания об ужине, да, а ребёнок внутри нас, он очень естественно реагирует, он, все чувства наши, они в ребёнке, вся наша энергия жизни, она находится в эго состоянии ребёнка, и вот то, как ребёнок реагирует на это, вот это первично, и это самое важное, если тебе больно, то родитель может убеждать как угодно, может рассказывать, красивые какие-то, красивые конструкции облекать, но тебе больно, и я, знаешь, вот когда сейчас рассказывают историю, как же вот в этом быть, я думаю, метафора пришла, почему-то зоопарк увиделся, и ты такой, зоопарк, где убрали барьер, знаешь, вот в европейских зоопарках, вот эти вольеры такие огромные, где волки, лисы, да, и там часто они бывают стеклом закрыты, как будто бы они там живут в природе, вот представь себе, что это стекло убрали, да, и вот ты стоишь и смотришь, а там волк, он, у него зубы, он тебя, ты знаешь, он может тебя укусить, и в этот момент ты как будто бы, а тебе родитель говорит, ну будь, будь смелой девочкой, ну будь великодушной, это же живое существо, если ты будешь хорошей девочкой, он тебя не укусит, если ты не будешь убегать от него, он тебя не укусит, подойди поближе, протяни ему там кусочек, вот, я не знаю чего там, колбаски, от своего хот-дога, и ребёнок доверяет этому родителю, говорит, ну да, он же лучше знает этот мир, он делает шаг, но истинно вот это ощущение, внутри живота, внизу, да, ребёнок, это состояние, которое внизу, он всегда говорит правду, он говорит, да нет, это же опасно, я же вижу эти зубы, я вижу эти клыки, зачем мне тогда лезть, и вот из-за того, что мы часто не понимаем внутренний, у нас нет контакта между внутренним, заботливым родителем, и ребёнком мы часто не слышим, да, вот этого коммуникации, когда мы, как ещё сказать, когда мы доверяем себе, когда мы уже понимаем, что для нас окей, что не окей, не тому, что в нас вложили многие вещи, которые не имеют отношения к реальности, вот это называется в транзактном анализе контаминация нашей взрослой части, когда родитель приходит, да как бы её замутняет и говорит, туда не смотри, не слушай свои инстинкты, не слушай свои чувства, будь вот таким, каким надо мне было бы быть, поэтому я не спорю с уважаемым мэтром, я здесь про какую-то такую, знаешь, здоровую, такую критичность, здоровую вот эту вот разконтаминацию, деконтаминацию, то есть увидеть реальность, вот реально здесь, когда я приготовила, всем, приготовила вкусный ужин, и меня семь раз укололи, а я уже, у меня мой контейнер, великодушность уже лопается, и он лопается не потому, что я какой-то, он у меня такой плохой, не очень большой, и не очень растягивающийся, а он лопается потому, что уже все нормы, которые я могу контейнировать, они уже, они уже, ну, превышены, почему родитель хочет, чтобы я это контейнировал, нет, я хочу поставить здесь границу, скажу, нет, слушай, волк, сиди вот там за забором, если ты кусаешься, ешь там свое, то, что тебе приносит, я не хочу быть съеденной тобой, ну, вот я это так вижу, и здесь еще скажу, такой момент, мне здесь просится треугольник, кто-то знаешь, засчастный, Карпмана, когда мы часто говорим, ну, я же могу это, я же могу потерпеть, я же могу быть великодушной, я же могу проявить, всю величину человеческой эмпатии, в этом есть вот эта вот функция спасателя, которой очень часто, если она как будто бы на первый взгляд кажется такой, вот он же помощник, он как будто бы всем помогает, вот на самом деле самая опасная фигура, это спасатель, как бы странно ни звучало, и самая неокейная, если можно здесь об океанности говорить, потому что спасатель умнит себя Богом, он говорит, я могу, ты не окей там внизу, и ты не окей, ты нападаешь, а ты такой бессильный, что с этим справиться не можешь, неразумный, а вот я-то знаю, я умею, у меня вот такой контейнер, я сейчас всем вам приду, помогу, расскажу и спасу, и учитесь у меня, там тоже нимб светится, и да, и тогда получается, что он обесценивает силу и возможности других, как бы справиться со своим, со своей неокеинностью, справиться с ситуацией, и говорит, я буду всё контейнировать, не надо вам меняться, сидите в своей жертве, а ты оставайся со своим преследователем, я такой великодушный, что я вот всё-всё вберу в себя, конечно, здесь всё можно утрировать, а можно вот промеру, да, я понимаю, что нам нужно, стоит, конечно, контейнировать, стоит проявлять великодушие, но опять же, из взрослой части, а взрослый говорит, здесь и сейчас, это конкурентно, или это сейчас говорит мой родитель, который говорит, вот так надо. Мне совершенно точно говорил родитель мой, который мне говорил, какая же ты неблагодарная, это твоя подруга столько для тебя всего сделала, но не можешь ты потерпеть, и у меня, честное слово, какое-то время был внутренний конфликт по этому поводу, но это уже давно было, слава богу, с тех пор я записала даже несколько интервью по поводу внутренних конфликтов, и ты знаешь, и вот когда я стала, ну так, себя коучить саму, и стала себе задавать вопросы, какие у меня отношения с другими моими друзьями, подругами, сколько раз я говорю какие-то колкости им, сколько раз они мне говорят, и стала просто так вспоминать, что фактически 95% моих друзей, очень-очень близких, соавторов, у меня с очень многими хорошие отношения, ну практически со всеми, с теми, с кем я дружу, ну ни разу в жизни мне такого не сделали, ни разу в жизни не было такого напряжения, а вот тут было такое напряжение, которое мне тело само показывало, вот тело показывало, даже вот знаешь, я просто про это говорю, чтобы наши слушатели, наши зрители, чтобы они отдавали отчет себе вот в этом, если им тело показывает, да, и вот у меня как будто прям в животе что-то вот такое было, даже когда я думала про нее, даже когда я шла куда-то на какую-то встречу с ней, там будь это, ну в основном там в театр на концерт ходили, то как-то это вот было, вот уже какое-то такое вот внутреннее, как будто бы я вот такой маленький ребенок, да, в транзактном анализе, можешь себе представить, как будто я так сжималась еще, и вот боялась, что у меня такая строгая мама там скажет, что утку я не так приготовила, я не знаю, джинсы не те купила, прическу не такую сделала. Да, Ань, ты же, ты даже говоришь, как она сказала, она сказала, что поскольку я старше, значит, я имею право, значит, я над тобой, я у функции родителя, и если я себя возвышаю, то автоматически, это тоже очень важный момент, почему мы начинаем себя чувствовать периодически, вот как ты сказала, маленькими какими-то неразумными детьми, хотя в реальности ты человек, который преподает в заграничных университетах, выпускает книги, делает такие интервью, то есть ты совершенно не маленькая девочка, беспомощная, но когда ты начинаешь себя такое чувствовать, это значит, что кто-то другой в контакте с кем-то, начинаешь себя такое чувствовать, взял на себя роль вот этого родителя, и мы туда автоматом попадаем, поэтому, чтобы опять уравновесить отношения, нужно вот этот момент поймать, понять, ага, я сейчас вот в этой позиции ребёнка, что-то произошло, что меня туда пригласили, отправили, значит, мне нужно это меня, себя мне нужно вернуть в позицию взрослого, и в позицию взрослого себя возвращать вообще первый вопрос, что здесь происходит вообще, почему, что он такое делает, что я себя такое чувствую, да, и просто вот вернуть прям усилием, я такая же, как и ты, мы обе взрослые, есть очень хорошая фраза, тоже часто её использую в своих сессиях с клиентами, когда они говорят, ну как же, ну это же мама, ну это же родитель, ну это же вот, она же старше, ну я же не могу, и я тогда говорю, пожалуйста, повторяйте за мной, ты старшая, я младшая, и так будет всегда, клиент такой повторяет, такой сидит, и так сразу, я вижу, как он не хочет это повторять, и это такой момент очень интересный, я на шутку перевожу, и добавляю потом фразу, но мы обе взрослые, и он тогда выдыхает клиент, и говорит, фух, и с радостью повторяет эту фразу, потому что она звучит как разрешающая, да, ты старшая, я младшая, и так будет всегда, мы не можем это изменить, подруга твоя всегда будет на 10 лет старше, и мама будет на 20 лет на старше, но мы уже обе взрослые, мы с 18 лет, мы вот в этот момент выравниваемся, для мамы мы останемся ребёнком, это нельзя изменить, но в плане коммуникации мы обе взрослые, и поэтому здесь нужно себя возвращать во взрослое эго состояние, и продолжать или не продолжать коммуникацию из этого эго состояния.